Доводилось ли вам обращаться за помощью к врачу общей практики? Уверен, пока далеко не каждый точно может дать характеристику компетенции достаточно новой штатной единицы в медицине. Однако эксперты уверены, массовое ведение таких специалистов позволит более оперативно выставлять диагноз, эффективно вести лечение, а также сэкономит время и средства как пациента, так и отрасли. О врачах общей практики и доверии к их навыкам разговор с профессором Натальей Галиновской. Наталья Викторовна, около двух лет назад в Белоруссии, в Гомельской области в том числе, появились первые врачи общей практики. Чем их компетенции отличаются от деятельности, работы привычных терапевтов? Их компетенции намного шире, чем врача-терапевта. Если врач-терапевт может измерить артериальное давление, посчитать пульс и послушать, то врач общей практики владеет многими базовыми навыками, основами неврологического осмотра. Они могут посмотреть и как гинеколог, и как офтальмолог. И этот врач владеет основами и профилактической медицины, и реабилитации, и оказания палеотивной помощи тем пациентам, которых уже невозможно вылечить. Как чувствуете, население готово довериться новым специалистам? К сожалению, не всегда. У нашего обывателя бытует мнение, что специалист, который владеет широкими вопросами, он не сможет оказать квалифицированную помощь, и будет подобен фельдшеру, но это не так. Возможно, потому что разбираться во всем сложно, или речь далеко не об этом? Но ведь нецелесообразно направлять пациента к высококвалифицированному врачу-офтальмологу только для того, чтобы померить внутриглазное давление. Этот врач владеет основами медицинского осмотра во всех специальностях, и он готов оказать первичную медицинскую помощь. И этот доктор будет способен выбрать того специалиста, который необходим пациенту. Это основная задача реформирования всего здравоохранения на сегодняшний день. Здесь, как понимаю, большая работа сейчас ляжет, в том числе и на высшеучебное заведение. Понятный медицинский вопрос, Виля, по переподготовке специалистов. Ведь и к ним намного более серьезные требования сейчас будут предъявляться. Совершенно верно. Наш медицинский университет уже два с половиной года готовит таких специалистов. И наши выпускники уже работают во многих регионах Гомельской области, оказывая квалифицированную помощь. И там, где они работают, население довольно. Они получили фактически семейного врача, который всю жизнь сопровождает их семью и знает лучше других, что с ними происходит. Это что-то из мировой европейской практики, как я понимаю. Совершенно верно. И все же давайте подытожим, для того, чтобы более понятно было зрителям, какого эффекта ждет Минздрав и медицинское сообщество, и в том числе, какого эффекта ждать пациентам от появления таких специалистов, врачей общей практики. С точки зрения системы здравоохранения, внедрение врачей общей практики позволит нам упорядочить систему. Пациенты не будут сами брать направление и талончики к разным специалистам, они будут приходить к своему доктору, и доктор уже будет определять направление к дальнейшему диагностическому поиску. И таким образом мы разгрузим узких специалистов. Ну и для пациента здесь я вижу одни удобства. Совершенно верно. С точки зрения пациента он получит семейного доктора, который знает своих пациентов с рождения и практически до самого позднего возраста. Ведет всю жизнь. Фактически это член семьи. Вы уже пользовались услугами врачей общей практики? Несомненно. Я пользуюсь услугами поликлиники, где работают мои же выпускники. Наталья Викторовна, спасибо за интервью, полезную информацию, успехов вам и здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо.